Вот в шестнадцати лет как ты сел за этот компьютер и сидишь до сих пор. Спецназовый. А вот плохо, что ты телевизор не смотришь? Нет, ты послушай. Ты начал с игры. С игры начал. Вот они тебя втянули, в кафари. Вот ты б мне бутылочку пил, как купила, я б с удовольствием выпила. Вот умрешь, тебе никуда не примут. А куда меня не примут? В тюрьму? В рай. А перед тем, как бабуля расскажет о вреде компьютерных игр, я хочу вместе с бабулей поздравить Александра с двадцати девятилетием. Вот что можешь пожелать Александру? Ну, меньше сидеть за компьютерными играми, они к хорошему не приводят, прислушать их старшим и найти бездонную копилку в пустоте. Я полностью присоединяюсь к бабуле и желаю, чтобы ты 29 лет наконец-то успешно завел трактор, свалил и вылечился, потому что я знаю, у тебя такие же проблемы, как и у меня, у Хикона со здоровьем. Так что береги себя и наконец-то найди своей сестре нормального мужика, потому что она злая, как собака, например. И расскажи своим корешам драгоценным о Хиконе. Сейчас, дорогие мои друзья, поехали. Давай, я буду говорить сейчас, а ты будешь говорить, это правда или нет. Вот смотри, до девятнадцати, ну, пусть считай, до двадцати лет, у меня все было хорошо. И учеба, и работа, и девки, и все такое, и никогда в жизни я не был ленивый, и ты мне говорила, как там, в четырнадцать лет по крышам лазили. Ну, помнишь, в смысле, ну, работали вот на крышах. Было такое? Ну, было, ладно. Не, ну, просто, чтобы ты не говорил, что я придумаю. Мы работали с тринадцати лет по стройкам, я и мои вот все эти друзья. Тринадцать лет. А потом, потом, в двадцать лет вот что-то произошло. Сел за компьютер, и вот это все произошло. И никого не меняет, абсолютно. Осталось. И чопнулся, крыша поехала. А вот это вся причина. Вся причина. Ай, узкая душа. И не говори мне ничего. Не говори. И мать плохая стала. Была хорошая. До двадцати лет была хорошая. Мама была хорошая. После двадцати лет и мама переродилась. И ты чопнулся. Так, погоди, погоди. Чуть-чуть, чуть-чуть до этого вернем наш разговор. Смотри. А в двадцать лет что-то произошло. То есть, человек замкнулся в себе. Человек перестал выходить из дома. Кое-когда учился. Кое-когда работал. И почему-то побрил голову, например. Ну, было такое? Ну. А до этого все было хорошо. И с учебой, и с работой, и с девками. С морально-волевой компонентой. Совсем-совсем-совсем все было хорошо. И с головой тоже. Вот что-то произошло ведь. Ну, вот я тебе говорю, что произошло. Сел до компьютера. Почти, а компьютер в каком году у меня появился? Да и в шестнадцать лет, наверное. Ну, да. Так. Шестнадцать лет. Так. Вот шестнадцать лет, как ты сел, блять, за этот компьютер. И сидишь для тех пор. Так погоди, я за компьютер сел с девяностых годов. Мы же ходили по компьютерным клубам. А до этого Sony PlayStation. Мы играли там в Fighting Force, в Tekken, в Mortal Kombat. А вообще ты сел. Сел. И еще в школу только пошел. И у тебя какие-то игры были с Денисом. Тут ковер вот этот лежал. И ты сидел с Денисом и день и ночь тут играли. А, ну, значит, уже Денис во всем виноват. Ну, вот Дэнди, Дэнди играли. Да. Это еще в первом или во втором классе. Да. Так это даже до школы еще было. До школы. Видишь, как мы вышли. Это психоанализ, как далеко зашел. То есть это, получается, аж с пяти лет вот на меня пагубное влияние видеоигры производят. Да. То есть от игр человек в двадцать лет... Это начало игры, а потом... Вот он, патогенез пошел. Потом динамика, динамика пошла. И в двадцать лет... То есть до этого все было нормально. Там все и... И мама хорошая была. И где хорошая? Она никогда хорошая не была. Ну, ладно. Ага. А сейчас и мама мрасит, и все. Я говорю, бросаются по детским домам, все. А потом находят, и живут, и детки хорошие. Ну, сумасшедшие люди, ба. Сумасшедшие. Знаешь, сколько сумасшедших людей кругом? Угу. Вот я один вроде как шумасшедший, но самый адекватный человек вообще в галактике. И Д'Артаньян, пойми, ба. Я в этом мире единственный батюшка-спецназовец. Понимаешь? Честь, достоинство, уважение. Это только я. Спецназовец. Хера. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не, ну, ба, давай по чесноку. Но, собственно, если без видеоигр и всего остального. То есть, что ж так повлияло? Человек был абсолютно социализирован, все с ним было нормально, у него были там и перспективы, и будущее. И вроде человек и не урод, и не глупый, и все такое. Ну, что ж тут произошло-то? Ну, я тебе говорила сто раз, что... Компьютерные игры? Да. Так, бай, я в компьютерные игры не играю. Ну, последний раз, ну, наверное, ну, лет в семнадцать я играл, наверное, в них и то. И то это так пришел после школы, чуть поиграл и все. Потому что уже не интересно было. Вот плохо, что ты телевизор не смотришь. Нет, ты послушай. Вот сегодня доктор Мясников. Он когда-то Борис Корчевников его пригласил, и он сидел у него на передаче. Он жил в Америке, а потом все-таки решил... Очень хотел пешком уйти из Америки. Тогда родиной скучал. Доктор Мясников. У него в Москве клиника, он такой профессор. Какие-то у него там регалии много. Ты начал с игры. С игры начал. Вот они тебя втянули, вкатались. Ба, так я в игры не играю с лет семнадцати, наверное. У меня на компьютере, ну, на этом у Сунстары уже там ничего не тянет. Ну, вот до этого, который когда до поломки, у меня там никаких игр не было, кроме стандартных. Ну, там, пасьянс или что-то такое. Ну, ладно. Игры кончились, начался компьютер. Начался компьютер. Так какая разница между играми и компьютерами? Ну, не знаю я какая. Никакой, наверное, нету разницы. Что там влияет и что это влияет. Если просто сидишь за компьютером, не важно, что ты там делаешь, это отражается плохо на здоровье. Очень. Подруга, которая ты мне сватаешь, которая с пивком, которая алкоголичка, которая с ребенком, при ребенке пьет и... Подожди, надо на нее этих натравить, социальную службу, чтобы она проверила. Так а что ты смеешься, если она при ребенке пьет? Иди, дурачок. Да что дурачок? Это я просто промолчал, мне все равно было. А надо было ей предъявить. Дурачок, ты самый настоящий. Ну, при ребенке хорошо пить пиво. Это преступление. Никогда она не пила и не пила. Ну, надо было ее заснять на телефон. И вот засними. И предъявить потом в соцслужбе. Засними. Так зачем мне нужна алкоголичка? Угу. Видишь, ба, нечем крыть. У меня, я с козырей пошел. Шестерки на погонах у тебя. Да, да. Никогда не пила и не пила. Это ты не видела, ба. Скромная девочка, хорошая. Ну, в тихом ум эти черти водятся. В общем, понятно, ба, наверное, на фоне пила, наверное, на фоне алкоголизма и разрушила одну семью, а сейчас другого ищет, наверное, которого помоложе, как Алка Пугачева. Другую жертву ищет, наверное. Не, ну чего ты смеешься? Ну, тебе смешно, я понимаю, это ж не тебе потом будет. Это ж все бахихоньки-хахоньки. Ну, видимо, по пьянке сделали ребенка и теперь страдает. Все страдают, ба. Понимаешь? А ты мне хочешь еще одну? Не мили чушь. Не мили чушь. Да я не милю, я... У нее муж работает милиционером. Так что он... Муж объелся гружба, как ты говорила. Ну, было, и свадьба была, и мы обмывали. Свадьба была. Нормальный парень. Так что... Угу. Она нормальная. Все было хорошо, но мало ли это. Может нашел другую. Нет, может просто алкоголизм женский. Он не лечится, ба. Это ты себе так вообразил. А, вообразил, конечно. Бухать при ребенке по полной программе. И ребенок видит. И ребенок потом сам... Ну, импринтинг. Вот. Ты читала этого? Как эта книжка-то называется? Что? Вот ты б мне бутылочку пивка купила, я б с удовольствием выпила. Так что, алкоголичка. Книжка не алкоголичка. Дева, тебе подписчики-то скинутся на бутылочку пивка. Но, я думаю, не надо тебе пивка, потому что возраст уже такой. Я чашечку выпила. Помнил. Конрад Лоренц. Вот читала книжку? Ой, да не читала таких книжек. Конрад Лоренц придумал... В городе эти. Придумал? Я читала нормальные книжки. Да это не нормально. Импринтинг он изобрел. Ну, правильно. Танкер Дербент. Правильно. Вот все как надо. А Конрад Лоренц. А правильно, он же в Вермахте служил. Правильно. А импринтинг кому он нахер нужен? С политики. Неважно. В общем, ладно. И пройти мимо, не поздороваться. Правильно. Ну, это алкоголики, понимаешь. Их общество должно порицать. Я, как выполняю социальную руку. Тебе не примут. В тюрьму. Вот умрешь, тебе никуда не примут. Ты так наследил, так наследил. Ты оскорбил самое святое, мама. Слово мама. Ты обзываешь ее. И ты считаешь себя каким-то этим. Я святой человек. Это дурачок. Подожди, а куда меня не примут? В тюрьму? В рай. Так рай, он только под тенью сабель. Ага. Ты и там знаешь. Ты там побывал уже и вернулся. Так я же говорил, я святой человек. Да тебе святые даже никто никогда в жизни не допишет. Святой он. Как это? Да так. Ты проследил, я говорю, мать оскорбляешь. И ты тебе святым считаешь. Мать святая. Это святой мама. А ты ее оскорбляешь. И ты тебе святым считаешь. Ну а были люди такие, как Салтычиха. Помнишь? Кто? Салтычиха. Салтычиха? Ну, которая людей убивала. А были такие люди, которые в крови младенцев купались. И у них тоже были дети. Вот и что, они должны их уважать? Есть те, которые были в нацистских концлагерях. И у них тоже были дети. Я имею в виду надсмотрщицы. У них тоже были дети. Они что, их должны уважать, что ли? Да при чем только это? При том, ба, при том. При том, еще раз говорю. Вот пойми. Ни в коем случае. В лагере побывал. А вот подожди. Я же говорю, ты говоришь, вот там надо попросить прощения. Все такое. Это она у меня должна просить прощения. За что? За все. За что? За жизнь испорченную, ба. А-а-а. Пойми, а прощения не будет никогда до деревянного бушлата. Она тебе испортила жизнь. Да ты сам тебе испортил. Естественно. Тем, что родился. Я понял. Сам тебе испортил. Извини, ба, я не выбирал рождаться в семье психопатов. Я не имею в виду тебя. С тебя взятки гладкие. У тебя был Сталин и тяжелое детство. Голод и все такое. С тебя я ничего не хочу. Все нормально. Кореша драгоценный. Пошел классический контент. Да-да, не удивляйтесь. Сегодня бинго как никогда. Там и хикана в рай не примут. Там и РСПшка разведенка. Там и вред компьютерных игр. Как сел, блять, 16 лет за свой компьютер. Это заслуживает класса. Так что, дорогие хиканы, с вас, естественно, ставить классы. Естественно и обязательно в этот раз надо нажать поделиться. Репост. Репост. Там есть такая кнопочка поделиться. Обязательно нажмите сегодня лайк и репост. Посмотрим, что из этого выйдет. Потому что это действительно заслуживает, чтобы общественность в массы пошел разумизм. Так сказать хы-мазафака. И обязательно заказывайте видео поздравления. И всё такое. Рассказывайте вашим друзьям. Если хотите классического контента. Да, в принципе, не только его. Ставьте классы. До новых встреч, кореша драгоценные. Продолжение следует...